Навальный живи, да. Тема Навального, ну мы придем к ней сегодня, но она, конечно, очень важна. И наглое такое поведение кремлевцев вообще просто потрясает. Это не мы такие, да, подонки. Вот рассуждают все-таки, каким веществом был отравлен Навальный. Ну я думаю, что это из тех же новичков, такой же фосфорорганик, в общем-то, они также влияют. Кстати, вчера я как-то в суету насчет антидодов стал рассуждать и забыл, и не вспомнил. И я извиняюсь перед тем человеком, который говорил про атропин действительно. Ну мне сразу же все мои товарищи отзвонились и сказали, ну славно, как-то забыл по поводу сульфата атропина, который является антидодом, действительно так оно и есть. И, в общем-то, прошу прощения у того человека, который умную вещь. Помните, я тебе один умный вещь скажу. Вот таких людей надо ценить. Поэтому, ну, я не знаю, какие будут последствия. Меня все спрашивают. Я не специалист, но я говорю, ну я надеюсь, что в течение недели там поднимут врачи германские Навального. Да, если он живой приехал, то уже есть очень большой шанс на то, что будет как-то это позитивно все развиваться. ЕС осудил то, что выглядит как покушение на Навального. Интересно, выглядит как покушение. Странный такой подход. Это и есть покушение. Причем самая мерзкая форма покушения – отравление. Почему отравление? Ну вы же понимаете, что Путин, ну помимо того, что Малифика, еще и КГБшник. А КГБ всегда травили. Всегда, абсолютно. Помните укол с зонтиком, с рецином, да? Кто это сделал? Это сделали болгарские КГБшники при помощи тех препаратов, которые им передали российские, советские. А советские еще занимались этим с 30-х годов. Сколько людей перетравили. Лучший, так сказать, КГБшник, по мнению Путина, да, Судоплатов, очень он любил этого КГБшника. А его даже свои посадили. Сколько людей он перетравил от Судоплатов, вспомните. То есть это был самый такой действенный метод НКВД, там, МГБ и прочих-прочих. То есть спецслужб Сталина. Сейчас это используют, используют спецслужбы Путина. Ну почему? Потому что Путину это нравится. В Кремле ответили на обвинение в адрес властей России из-за Навального. Мы не можем относиться серьезно, это Песков, к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой. Скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены. Представляете? То есть они говорят, раз никаких веществ отравляющих в организме не найдено, значит никто его не травил и так далее. Представляете, какие подонки? То есть уникальные мрази, просто уникальные. Не, ну правильно, они же не могут сказать, мы будем расследовать это преступление и схватим за жопу Путина. И посадим его, потому что он преступник. Вспомните Литвиненко, вспомните Скрипаль, теперь Навальный. Я про других вообще не говорю. Это уже железный, это железный. Но даже вот дебилу, такому совсем уж слабоумному показывают, там несколько цветов. Лишь красного поднимают, красный там квадратик, кладут. Потом показывают красный кружочек. А потом показывают несколько треугольников. Красный, там зеленый и синий. Вот какой должен быть третий? Ну человек, у которого интеллект там под 70 IQ, да, там чуть выше обезьяны Джонни, а может быть такой же. Понимает, что третий тоже красный. Так и здесь, да. Литвиненко, Скрипаль, Навальный. Что еще нужно? Какой еще им нужен треугольничек-то? Эх, жуть какая-то. Просто в наглую так. Ну то есть это такое вероломство просто жуткое. Оно вообще подрывает все какие-то основы человеческой морали. Просто тебе смотрят в лицо, говорят, да это не мы. Блядь, как это не вы, а кто? Это он сам, что ли? Да жуть. Кремлю неизвестно велась ли слежка за Навальным, но как неизвестно, когда они сами следили. Они сами следили. Все время, постоянно. А если не они следили тогда, почему же они не выяснили, кто же все время следит за Навальным? Это как же так, какую безопасность они там кому-то гарантируют? В России, если тут за всеми следят, да, и люди эту слежку видят, а они никак не реагируют. Какая-то, может быть, есть некая третья сила, рептилоиды, там кто-то, пиндосы, может, приезжают, следят. Врачи в Томской больнице не нашли токсичных веществ крови Навального. По словам, значит, при поступлении Навального в стационар проводился исследованный широкий спектр там веществ и так далее. Ну, понятно, что если бы нашли, ну, при том, как он попал, мы не знаем, что у него там нашли. А при том, как его выписывали в Германию, то, наверное, не нашли, иначе бы не выписывали, потому что тогда бы вся контора спалилась. Ну, вот в данном случае подумайте, представьте, какие мерзкие вот эти врачи омские. Представьте, насколько они мерзкие. То есть они прекрасно понимают, что человека отравили, они прекрасно понимают, что к ним доставлен, в общем-то, объект, в отношении которого использовались яды, да, что это криминал, что это преступление и так далее. И эти люди молчат. А ничего, какие-то военные там, которые использовали новичок или представители спецслужб. Нет, это обычные врачи. А почему они так себя ведут, эти обычные врачи? Ну, потому что, наверное, проехали по ушам, что это патриотично. А сами-то они видят в этом патриотизм или видят в этом подлость. Сами-то они как к этому относятся? Они соучастники преступления. Подонки. Жуткое дело, конечно. Полиция Германии перестала охранять клинику с Навальным, вот эту клинику Шарите в Берлине. Ну, хотелось бы напомнить полиции Германии, что Навальный прибыл 23 августа. 23 августа 2020 года. А 23 августа 2019 года, то есть год назад, это небольшой срок, чтобы забыть, да, в Берлине путинские спецслужбы уничтожили Зелимхана Хангашвили, убили его совершенно цинично. И они почему думают, что в отношении Навального такое же не может случиться? Какой-то отморозок, который когда-то там сидел в тюрьме, потом завербован спецслужбами, да, не приедет и не устроит то же самое. Почему они так думают, я не могу понять. У них год прошел с того момента, когда в Берлине убили человека просто от пуха. Они взяли того, кто убил, они установили, что он работает на спецслужбы России и таким образом, в общем-то, всю вот эту цепочку раскрыли. И при этом они говорят, не, второй раз такая цепочка не возникнет. Ну, как там второй раз не возникнет? Они возникают, эти цепочки, каждый раз. И столько, сколько мы не знаем. Я говорю еще раз, Литвиненко, Скарипаль, Навальный, Зелимхан Хангашвили застрелен. В Австрии застрелен блогер. Во Франции в Лиле убит блогер. Нападение на еще одного блогера, да, чеченского произвели на Тумсо. И что, это все случайности, что ли? Это как-то вот они вещи, не связанные между собой, что ли? Нет причин следственной связи? Странно, очень странно. Не, ну я вполне допускаю, что они как-то ведут негласное наблюдение, заявили о том, что они все сняли для того, чтобы там наживца ловить. Но это слишком уж, слишком это плохо. Не буду даже обсуждать по понятным причинам. Вы думаете, у них в спецах нет своих коротов? Я не знаю, о чем вы, но короты у них есть везде. Раз у этого есть деньги, раз у Путина есть деньги, и он готов их платить за преступления, а он их активно платит за преступления, значит, будут какие угодно. И крысы, и кроты, и кто хотите. Продолжение следует...